I have ways of blowing things off Здарова, ребятушки! С вами Аладушки, мы находимся с вами в кофейне И Фрей недоумевает, почему он недоумевает, мы еще посмотрим У меня кто-то Бейлис А, коротко, только близкие друзья Понимаясь дизайном, часто бываю в художественных галериях и музеях Закончил школу искусств, рисую и практику Это, ну, хорошо Рисую и проектирую за еду и ночлег Человек работает за еду, по сути Ну, хорошо, раз так получилось, что человек стал хорошим другом Ну, пока что так Фрея, ты все слышала? Да, бедняжки Надеюсь, они совсем справятся И я Ну, тут, я же говорю, у нас такие страсти происходили, что... Ну, что ж, ладно, я пойду... Миночка, а ты же собиралась посидеть, поработать? Завтра надо встать пораньше Поэтому ты в час ночи в кафе приперлась Ладно Ладно Тогда на сегодня, пожалуй, все Рановато Знаю Завтра ко мне дойдут ингредиенты, я вернусь к работе в обычном режиме Получается, мы совсем чуть-чуть не доработали первый день Ладно Ладно, приятного отдыха И тебе Топ-топ-топ Прикиньте, мы буквально в эльке шоколад, греющая и миротворяющая тьма Ну, мы буквально одну минуту не доработали до конца рабочего дня Это, ну... Ладно, поехали дальше Coffee talk Среда, 23 сентября 2020 года Нажимаем любую клавишу Интересно, та, которая находится на корпусе компьютера, она тоже считается? Итак, африканский зомби-вирус, возможно, уже добрался до Сиэтла Ого Ну, это 20-й год, если что, да-да-да Из-за проблем с распределением правительственных товаров Ресторан Сиэтла терпят убытки PIC Планирует уже отличить политику против незаконных иммигрантов У нас под незаконными иммигрантами... Хм, ладно Просто стало интересно, как здесь работают законы, границы и всякая такая параллельная вселенная Итак, открываем кафешку Посмотрим, кто нам придет К нам, а не... Ну, ладно, не поняли Итак, Фрея Добрый вечер Ай, господи Что с тобой? Можешь просто взять и зайти нормально Прости Мне так не терпелось тебе рассказать Ты о чем? Я знаю, о чем я буду писать в своем романе Очередное внезапное озарение, которое никогда не воплотится в жизнь? Эй, не говори так Я абсолютно серьезно Хорошо, хорошо, рассказывай О чем будешь писать? Об этой кофейне Эм... Чего? Я буду писать рассказы об этой кофейне и о тех, кто сюда приходит Это серьезно? Да А если я скажу, что тебе нельзя такое писать? Я не спрашиваю, можно или нельзя Вообще-то это вторжение в личную жизнь посетителей Расслабься, я в курсе От этого места мне нужно лишь вдохновение Я буду слегка изменять услышанное и увиденное Насколько слегка? На уровень романа, идущий по лезвию Фильма по нему Ты просто... Ты про старый? Конечно же про старый Ну, не знаю, кстати Если мы сейчас говорим про Blade Runner То мне нравятся, например, и старый, и новый Я их считаю вообще прямым продолжением Поэтому я не против Это уже немалая разница Больше просто некуда Ну, запрещать тебе писать про кофейню мало смысла, так? Так Хотя ты можешь запретить мне приходить сюда Хорошо, я запрещаю Чё? Шучу Я не выставлю за дверь своего постоянного гостя Очень смешно Ну, спасибо, что не выставляешь Как бы то ни было Мне не терпится увидеть, кто заглянет сегодня ночью И услышать какую-нибудь интересную историю Кстати А вот и посетитель Эй, это же, да, Джорджи Это наш приятель Добрый вечер, ребят Добрый вечер, офицер Джорджи То есть Не офицер Джордж И не Джорджи А офицер Джорджи, да? Ну, хорошо Привет, старикан Похоже, ты сегодня в хорошем настроении, Фрея И оладушки не к чему так официальничать И оладушки не к чему так официальничать Дикция Вернись, пожалуйста Ахаха Ну уж нет, служба требует Вы, как коп, должны меня понять Ты всегда стоишь на своем Ладно, у меня сегодня ночная смена Так что мне, как обычно Как с ингредиентами? Как с ингредиентами? Все на месте Все на месте Знаете? Счет ингредиентов Или инди-гриенты, да? Ладно, кто в курсе, тот поймет Ну все Но больше Не все, но больше, чем вчера Кроме чая Он закончился Ты же помнишь мой любимый напиток, да? Сейчас Кофе со сладкой ноткой Сладкая нотка С ноткой сладости Ну ладно И именно так Только не добавляй молоко Ага Все давно видели твой профиль И в курсе, что у тебя Непереносимость лактозы Джорджи В общем, сладкий кофе Без молока, пожалуйста Сладкий кофе без молока А может быть Минутку А сахар у меня есть? Ясно Ну-ка Книга рецептов Лат, капучино, горький Эспрессо Чая нету Всех остальных напитков у меня тоже нету Получается кофе Есть латте Ну, с молоком ему нельзя Значит латте Капучино отпадает Давайте эспрессо Горячее, горячее Ну давай кофе А ты у нас кто? Имбирь Не, имбирь мне не надо Наверное мед Кофе, кофе и мед Вот так вот Честно говоря Немножко растерялся Потому что Я В смысле Вылить можно пять раз всего лишь Ого Подать Я думал, что я сахар положу Кофе с медом для стражи порядка Мало кто-то приготовил бы так же хорошо Благодарю Так, тебе тройной кофе, да? Кстати Я же ничего себе не заказала Обслужи меня так же, как этого старика Что будешь заказывать? Ты еще спрашиваешь, а? Ясно Никогда не знаешь наверняка Эспрессо Естественно Ой, несравненный эспрессо Тройной который Это я помню Хоп-хоп-хоп Просто на тебе Хотя она вроде не просила тройной Начинаю беззвездную гладь для зеленовласой феи Фига себе Так, что у нас по... Аа Там, наверное, можно почитать Ну ладно Не уверена, комплимент это или нет Идеально Ясен пень Фрея, как дела на работе? Дайте я на секундочку загляну А то она не исчезла Значит Коротко обо мне Только близкие друзья Занимаешь журналистикой Пишу рассказы Мои фантастические Своеобразные рассказы Можно найти в вечерней молве Мои кумиры Гейл Ниман Мои руки-хараками Харуки-мураками Типа Муруки-хараками Неплохо изменили Гейл Ниман Блин, я забыл Как это имя Ладно Когда хочется Только близкие друзья Ясен пень Джорджи Родился и вырос в Сетле Работая копами Страдая непереносимостью Лактозы Собственно Теперь мы это про него Тоже запомним Постараемся Мне вот что интересно было У нас же есть Вечерняя молва По пустому шоссе Если свалимся в Квет Прямо на тот свет Пока ты рядом Я на любую смерть готов Если в нас влетит пикап Нам не выжить Нет Но ты же рядом Мне больше ничего не надо У нас тут поэзия Однако Наш ознакомительный период Начнется завтра Благодарим вас за подписку На ознакомительный период Книги истории Каждый день Вам будут приходить Свежие рассказы Первый из них Вы сможете увидеть Уже завтра Надеемся Что вам будет приятно И интересно Ну и стихи Честно говоря Их тут прям много Или Исповедавший вид динамика Доносится голос Старинный Морриса И все в машине Дружно ему попивают Все это я и она Лишь мы вдвоем Почти пустое шоссе Впереди И меня Песня заканчивается И мы оба затихаем А ты готов на любую смерть Пока я рядом Внезапно Прорывая завесу Тишины Спрашивает она Трудно сказать Почему Смерть бывает разная Не думаю Что хотел бы умирать Под наши с тобой Крики Пока какой-нибудь Психопат Маски медленно Сдирал бы с нас Кожу А какую смерть Ты бы для нас Выбрал Ну даже не знаю Ну точно Что-нибудь Безболезненное Значит предлагаешь Умереть в один день От старости Эй погоди Мы же только вчера Начали встречаться Рано еще И та Ай За что Вредина Я пошутил Вообще Я вообще Лучше подумал О том Как нам Насладиться Нашей жизнью Прямо сейчас Что предлагаешь Поверни Повернись ко мне И закрой глаза Зачем Секрет Она медленно Поворачивается В мою сторону Закрывает глаза Словно ожидает Чего-то Завороженной ее Красотой Я прикасаюсь К ее губам Своими Наши поцелуй Кажется Длится целую вечность Блин Я тут это Не хотел бы Погружаться В настолько Романтические Истории Ну ладно Лишь Мы вдвоем Скорость за сотню И почти Пустое шоссе Почти Скорость за сотню И почти Я думаю Там будет Интересное продолжение Я бы написал Интересное продолжение Фрей Как дела на работе Как всегда Ужасно Она заключила Авантюрную сделку Со своим боссом Типа того Что за сделка Вполне возможно Переломная сделка И притом Очень опасная Ладно И о которой Она пожалела Не особо Боже Ребята Может объясните Поподробнее Давай ты За место того Чтобы выполнять Свои рабочие Обязанности Она втайне От всех Пишет роман Это не робковая десятка Это точно Это точно Спасибо И как она По ощущениям Ну Будто гуляешь Под Градом Стрел И боишься Как бы в колено Не попал Про стрелы в колено Это у нас Тренд Я смотрю Пошел Да Хорошо Хорошо Ну Флаг в руки Беспокойся Увольнение Не грозит По крайней мере Пока Впрочем Если она облажается Ей придется Несладко Спасибо за понимание В общем Все как говорит Оладушки Опять это слово Главред Главный Вредина Да Еще ничего Об этом не знает Роман будет Опубликован Нашей компанией И учредителем Так что Формально Я все еще работаю На компанию Если все вскроется Она очень сильно Разозлится Погоди Разве Отлынивать от работы Ненаказуемо? Тогда мне Возможно Придется тебя арестовать Эй Ты ведь Сам этим Сам постоянно Занимаешься Я всего лишь Прерываюсь На чашечку кофе Чувак Ты обязан Есть пончики Это стереотип Ты полицейский Так что Давай Иногда Не на одну Тем не менее Все законно За тебя Мне еще Более скверно Тебе и должно Быть скверно Хватит Сыпать соль на рану Ладно? Просто Констатирую факт Не знаю Полегчать Тебе от этого Или нет Но если Твоя карьера Пойдет коту Под хвост В рядах полиции Все это найдется Место Таким Ну как ты Ага Не конформист Не говори никому Что занимаешься Посторонними делами На рабочем месте Джоджи Умеешь поднять настроение Да? Я бы Поблагодарила За предложение Оно что-то Подсказывает Что мне стоит Оскорбиться Я уверен Что у тебя Все получится Фрея А ты уже знаешь С чем будешь писать? Удивительно Ну да Здорово И о чем же? О кофейне Об историях И посетителей Ты не собираешься Ее останавливать? Ее не остановишь А что не так? Пожалуйста Не пиши Про подозрительного Полицейского Который любит Засидеться В кофейне Неподалеку От поста Во время Своего Рабочего Перерыва Обязательно Напишу Из него Выйдет Неплохой Комедийный Персонаж Это комплимент Или ты Надо мной Издеваешься А? Пожалуй Комплимент Точно? Сомневаюсь Эй Чего на мне Сегодня Так и Полчились Аладушки Вероятно Боится Потерять Посетителей Из-за того Вторжения В их Личную Жизнь Собственно Я это И сказал Ладно Я буду использовать Не буду использовать Настоящие имена И естественно Я преувеличу Большинство Из услышанного Так даже Хуже Дело Вот в чем Нити истории Нужны лишь Затем Чтобы Подчерпнуть Из них Вдохновение Кстати Раз ты работаешь В округе В округе Наверное В округе Наверное Слышал Кучу Всяких Историй От местных Блин Наверное В округе Ну Вот в такие моменты Я жалею Что я не на оригинальном Английском Играю Ну ладно Нет Да ну Неа Нет Неа 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 Ты как-то помогал Мне с одной статьей Про слоняющегося бедняка Который на самом деле Оказался богачом Уверен Это еще много чего Интересного Можешь подкинуть А вообще Я помогал тебе Не единожды Что правда Теперь моя очередь Возмущаться Когда это было Ты спрашиваешь Про уличного музыканта Того Который Вечно играл На гитаре Еще розу С собой носил А да Бедняга Да Бедняга Узнать Что твоя девушка Отошла В мир Но и во время Расследования Даже представить сложно Тяжко Если честно Он принял удар Довольно стойко Ситуация непростая Но ты хотя бы Помогла ему Принять Происшедшее Происшедшее Ну ладно Он не жаловался По поводу того Что ты использовал И историю Для своей статьи А он дал мне Своё одобрение На публикацию Ну с выходом Той статьи Я о нём Хотя бы уже Узнал больше людей Для человека Этой профессии Это полезно А роза стала Чем-то вроде Визитной карточки В общем Вернёмся к теме Есть что-нибудь Новенькое? Ладно Ты слышал Об одной девушке О Расскажи Расскажи В последнее время Она зачастила Заглядывать В местную кофейню Она довольно странная Не знаю Кем она работает Ну У неё такие Ярко-зелёные волосы Я знал Что это сюда идёт Да ну тебя! Я уж было Понял Что ты рассказал Про что-то интересное Считаешь себя Неинтересной? О Как быстро Изменилась атмосфера Быстрее Чем Катящийся Под откос Карьер Эй Ты чего так Незапно загрустила? Сбодрись Простите Из-за давления Со всех сторон У меня настроение Скачет Ты справишься У тебя отлично Получается писать рассказы Кстати Почему ты Выбрала Эту кофейню? Наверное Из-за того Что я провела Здесь кучу времени А ещё Из-за вчерашней парочки А что с ними? У них сейчас Довольно трудный период Ну знаешь Разные расы Разные культуры Семейные неодобрения Когда я Заходила разок Если я правильно Помню То ли с коллегами То ли с клиентами Наверное Помогала своим друзьям Протрезвиться Отпоивая их кофе? Нет Конечно Кто-то заказывал кофе Но таких я сразу Отговариваю Обычно Заканчивается тем Что я им наливаю чай Горячий шоколад Или воду Молодец Надеюсь Они не бесятся Когда получают Не то что заказывают Ну бывает И такое Правое дело Ладно У меня смена начинается Так что мне пора Нет Значит Всё-таки Кто-то придёт Да? Хорошо Ах да Работа есть работа Не забудь потом Рассказать что-нибудь Интересненькое Про девушку С зелёными волосами Не вышло бы Вот Не вошло бы Эту привычку Ничего не обещаю Ладно Увидимся Всего доброго Офицера Джорджа Увидимся Ну давай Давай Чувак Служба ждёт А я Пожалуй Вернусь к черновику Без обид Просто мне нужно Уйти В него с головой Так что я Пересяду на Своё привычное место Удачно поработать Не забывай Пить воду Вот Держи Ого Ты просто супер На здоровье Окей Пора В мир фантазий Давай Эксперимента Эксперимента Это будет Достаточно О Кто-то идёт Кто-кто-кто-кто-кто Оу Другие ребята Добрый вечер Гала И вы сразу поймёте Как её здесь Не хватало Галу я знаю А ты кто А Гала Это вот этот парень Пардонте День рождения 13 сентября То есть прошёл Сколько Десять дней назад Был Да Привет Оладушки Можно присесть Конечно Так вы как бы Уже Ну ладно Что-то она так Рот прячет У неё там Не клыки Случайно Это есть место Которое ты мне советовал Тебе здесь не нравится Нормально Да Может здесь не так Как в Лос-Анджелесе Но Гала Всё нормально Извините Что перебиваю Или что-нибудь заказать Да Что будешь пить Сначала ты Ладно Любой кофе С имбирём Супер Кофе Кофе Имбирь Готово Готово Подать Заказ Спасибо Ну что насчёт вас Так Книга рецептов Джахе Тубрук Кофе Кофе Имбирь Индонезийский напиток Ну на Ну на Держи Ваш заказ Неплохой выбор Неплохой выбор Как тебе город Всё такой же Хотя я не ожидал Что он так сильно Изменится всего За пару-тройку лет Столько всякого Поменялось Всего лишь За двадцать лет На пару-тройку Двадцать Что Далеко ходить не надо По-моему Раньше здесь был бар Как давно вы открылись Около шести лет назад Хайд Меня зовут Хайд Ну Хайд Одеваешься ты Так скажем День рождения Восьмое февраля А Вампир Веган Блин Я не знаю Он когда руки убрал Там не было никаких Вроде клыков Но я сразу заподозрил В нём вампиризм Наверное Цвет кожи Или что-то Что-то такое Профессиональная модель Веган Вампир Модель Остановите землю Пожалуйста Так Ладно Насколько я понимаю Вы из Лос-Анджелеса Да Да Оттуда Впрочем Я жил здесь Много десятилетий назад И что Привелось обратно В Сиэтл Я здесь по работе Вероятно На пару недель Он много путешествует Понятно Полагаю Вы давно знакомы Можно сказать И так А По-моему Мы познакомились Скорее После твоей свадьбы Где-то В шестидесятые Довольно Давно Не для таких Как мы Стоп Если я не ошибаюсь Мирный договор Между вампирами И оборотнями Был подписан В Шестьдесят пятом Тысяча восемьсот Шестьдесят пятом Восемьсот Значит Это оборотень Ну в принципе Логично То есть Когда вы говорили Что встретили Шестидесятые Это Шестидесятые Девятнадцатого Века Да Или введу Тысяча восемьсот Шестидесятые Нет Это были Девятьсот Шестидесятые Ладно По меркам Некоторых Раз Мы хоть и старые Но не настолько Впрочем С нашей последней встречи И вправду Прошло немало времени Полагаю Двадцать лет Это Немало Это же то место Да Где мы впервые встретились А Когда-то здесь был бар Не переехали Обанкротились Какая жалость Вы рады тому Что бар закрылся Если позволите Почему Почему вы улыбаетесь Да так Просто интересно Не повторится ли история Фиг тебе Очень надеюсь Что нет Я вот в кофейню Захожу С самой первой недели Ее открытие И здесь есть Что-то Особенное До закрытия Ей еще далеко Спасибо Гала Кстати Давненько Вас здесь не было Много работы Типа того Из-за Разошедшихся Офигеть По сети новостей О недавно Открытом вирусе Народ буквально Повалил в больницу Этот вирус Так опасен Точно Неизвестно Однако Большинство Из тех Кто пришел Хотелось бы Подобрать Менее обидное Слово Но они Просто Параноики Ты все В той же больнице На той же Должности Как там Она называлась Дежурный Приемного отделения И да Я все еще Дежурный В той больнице Странно Что тебя до сих пор Не выписали За Не повысили Не выписали Не повысили За твои Вредности Многолетний труд Не предлагали Управленческую должность Но я отказался Мне по душе Так как есть Каждому свое Кстати Хотел Хочется спросить У вас в больнице По прежнему Можно купить Кровь? Можно Только теперь Не надо Никуда ехать Можно просто Казать все Через приложение Ты про Кровопой? Угу Им из больницы Кровь привозят? Ну У них нет Права На самостоятельное Сертифицирование Этим занимаются Только больницы И министерство Здравоохранения А приложение Просто Разрекламированный Посредник Часто им пользуешься? Да нет Я же Решил попробовать Веганство Забыл Но я Знаком С его Основателем А Да И как там Твоя диета? Хе Нелегко Но ничего Такого С чем Не смог бы Совладать Прошу прощения За вопрос Под веганством Имейте ввиду Отказ от Крови? От настоящей Крови В пользу Искусственной Честно Меня этот вопрос Тоже очень сильно Заботил Поэтому я рад Узнать Ответ Искусственная Кровь? Ну и в подробностях Не объясню По сути Ученые Работают Над созданием Искусственной Крови Чтобы такие Как я Могли питаться Ей И не нуждались В натуральной С которой связаны Определенные Эстетические Гигиенические Вопросы На вкус То же самое? Более-менее Да Разве Она не дорогая? Дорогая Вот тут Вступает в фишку Того Что все вампиры Обязательно Богатые Потому что Если ты прожил На земле Много сотен лет И не стал богатым Социстом Что-то не то Но я могу Себе позволить И опять-таки Над ней Все еще работают Чтобы всем Было по карману А если Смешать Искусственную Кровь С другими Ингредиентами Может Получится Что-нибудь Вкусное Для чего? Думаете Добавить в меню Кровяные напитки? Так можно Прилечь Наху посетителей Блин Кровянку Продавать На разве Знаете Мне пожалуйста Два кексика А мне пожалуйста 300 грамм Кровянки Я бы на такое Посмотрел И оттолкнуть Других Справедливо Если честно Не знаю Получится ли Из этого Что-нибудь Вкусное Большинство Ампиров Предпочитают Пить кровь Без каких-либо Добавок Хотя Некоторые Из них Эспериментируют С Ну Со всяким Со всяким Чаще всего С выпивкой Но некоторые Смешивают кровь С не совсем Легальными Веществами Ты много знаешь Я в больнице Работаю Забыл Кстати Наш веганский Разговор Напомнил Мне Спросить у тебя Кое-что И что же Про твои Месячные Приступы Гнева Чувак Которого Есть Месячные Только Не так Как вы Подумали Нашел Какой-нибудь Менее болезненный Способ Держать себя В узде В руках Пока Нет Но я точно знаю Что это Напиток Что это Напиток Некое Сочетание Имбиря И кофеина Вот почему Ты сказал Кофе с имбирем Да Я проверю Возможные Варианты Но это Не тот Напиток Полагаю Мне нужен Мне кофе В нем Слишком Много Кофеина А чем Тебе не нравятся Гневоутоляющие Препараты Я им Не доверяю Кроме Того Гневоутоляющие Это слишком Не индивидуально Каждый из нас Должен сам Открыть свое лекарство В некоторых случаях Это его эффективность Будет изменяться С возрастом И насколько Эффективно Твое лекарство Достаточно Чтобы меня Утихомирить И мне Если честно Большего и не надо Ты хотя бы Обойдешься Напитком Я слышал Некоторые Оборотни Занимаются Всякими Извращениями Чтобы успокоить Себя В период Гнева Какими Например Ну БТСМ Такое Только в порно Бывает Соф Что У нас Это нормально Знаешь Не нужно Стыдиться Если тебе Нравятся Подобные Сюжеты Эээ Мне об этом Друг Рассказал Да 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 Я сам Не пробовал Мне друг Рассказал Ну Он Над тобой Пошутил Гад Я к тому Что секс Распространенный Способ Успокоить Себя Но Как правило Мы Придерживаемся Стандартных Практик Если Так Подумать Занимаемся Чем-то Типа Бандажа В период Гнева Было бы Довольно Жестко Именно Так Вот Завращаюсь В твоей ситуации Насколько Ты близ К рецепту Своего лекарства В данный момент Я знаю только то Что мне нужен Имбирь И возможно Что-нибудь Где Не очень много Кофеина Типа чая Наверное Ребят А дело-то В том Что в чай Больше кофеина Чем в кофе Ну Ну Хотя Все зависит Также от концентрации Ладно Поехали Лучше Запишите Вряд ли Будет весело Когда он Начнет Крушить Все подряд Сегодня Я без чая Но В следующий раз Я могу Попробовать Приготовить Ваше лекарство Буду Очень благодарен Я отвлекусь На секунду К сожалению Мне нужно Идти В больнице Возникла Неотложная ситуация Пожалуй И тоже Пойду Можем И ехать На такси Согласен Спасибо За напиток Наверняка Загляну сюда Еще разок Перед тем Как улететь Так что Увидимся Спасибо Что заглянули Всего доброго И Сегодня Достаточно Типа того Эти двое Чем-то Напоминает Мне Одно Видео Хотелось бы Чтобы Ты Попридержал Свою фантазию Свою фантазию Там еще Волчанок Играл С тигренком Мило наблюдать Как возникает Дружба Между теми Кто обычно Не дружит А Ты про то Видео Ну да Ну да А А ты Про какое Ну знаешь Забудь Ты Всего лишь Шутка Не шути Пожалуйста Ты Не умеешь В шутки Ладно Сегодня была Крайне интересная И плодотворная Ночь Теперь нужно Поспать Ага Не забывай отдыхать Полагаю Увидимся завтра Ой Не волнуйся Завтра Приду Спокойной ночи Береги себя Ну что ж Смотрите Ребята У нас Вполне Вписывается В формат Чокобеда Би Милк Сладкий Сытный Полезный Шоколадный У нас Вполне Один день Вписывается В формат Одной серии Поэтому Давайте Вот так Засыпает Город Просыпается Кафе Четверг Удобно Что четверг 24 сентября Давайте Газетку Почитаем Уход Данного Из участников Не помешал Супер Смайлз Продать Более миллиона Копий Последнего Альбома Рабочий Профсоюз Корков Остановите Расовую Дискриминацию На рабочих Местах Видеоблогинг Вошел В учебную Программу Некоторых Частных Вузов Наверное Пора бы Давайте Начнем День Но Тут же Его остановим Потому что На этом Серия Заканчивается Следующий День Следующая Серия Поэтому Пока что Все Спасибо что были с нами Всем удачи Добра Бобра Всем молодышек Всем покеда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому